В Акмолинской области затопило жилые дома в десятках населенных пунктов. На некоторых дорогах ограничено движение из-за переливов. В Астраханском районе ситуация стабилизируется. Там сейчас находится наш корреспондент Аслан Буталипов. Аслан, здравствуйте. Расскажите, какова ситуация к этому часу? Вера, здравствуйте. Да, действительно, мы сейчас находимся в Астраханском районе на берегу реки Калутон. Здесь вот видно село Старый Калутон, которое в данный момент находится отрезанным от цивилизации из-за перемытых дорог. То есть дорога, ведущая в село, сейчас размыта талыми водами. В целом, за последние сутки в районе сложилась сложная паводка и обстановка. Только в селе Старый Калутон оказались подтопленными около 80 домов. Вместе с этим заблаговременно отсюда было эвакуировано порядка 150 жителей села Старый Калутон. Они были размещены в пунктах эвакуации, которые расположены в селах Жалтыр и Астраханка. Но со вчерашнего дня постепенно жители села начали возвращаться к себе домой. Вчера, вот буквально недавно, туда на лодках перевезли около 15 человек. Нужно отметить, сейчас село полностью обеспечено электричеством, питьевой водой и другими предметами необходимости. Спасатели на лодках ежечасно мониторят обстановку и доставляют все необходимые средства. До эфира нам удалось пообщаться с Акимом Астраханского района Талгатом Истиитовым. Он нам рассказал о текущей ситуации в районе и о мерах, предпринимаемых местными властями и спасателями. Сейчас предлагаю его послушать. Обстановка стабилизируется. Сейчас в основном мы находимся на Старом Калутоне. Несколько дней назад мы эвакуировали 180 человек. Со вчерашнего дня люди обратно заезжают. Вчера 15 человек заехало. Свет, вода в селе все есть. Продуктами все полностью обеспечены. Уровень воды не повысится, потому что мы это отслеживаем. К нам вода приходит с пяти районов. В Буландинском районе, Акпульском, Шортандинском вода спадает. Поэтому у нас тоже идет спад. Со слов Акима района, как мы поняли, ситуация стабилизируется. Но это не повод расслабляться. На реках все еще есть достаточный влагозапас. Прогнозы синоптиков говорят о том, что в ближайшее время ожидается третья волна паводков. Напряженная ситуация остается в Атмосарском, Есильском, Жаркаинском, Жаксынском и Сандахтаусском районах. Только в Сандахтаусском районе в прошедшие выходные были эвакуированы жители около 70 домов. Если вернуться к Астраханскому району, то тут подготовлено 4 пункта эвакуации, где могут разместиться все жители паводкоопасных сел. Вместе с этим сейчас без электричества остаются 4 села Астраханского района. Также в некоторые села закрыт проезд из-за перелива на автомобильных дорогах. У меня вся имеющаяся информация. Вера, мы будем дальше держать курсы паводковой ситуации в регионе. Вам слово. Спасибо большое. Аслан Абуталипов был с нами на прямой связи из Астраханского района Акмолинской области.